Окружение – основа реализма. Так выглядит модель в скетчап. А так модель выглядит в энскейп, но без отражения. Отражение добавляет реалистичности, но большую реалистичность создает окружающая среда, за счет ее отражения в отражающихся поверхностях. В энскейп настраивается дневное и ночное небо, с облаками, солнцем, звездами и луной и даже шлейфом от самолета. Меняя время и месяц, положение солнца влияет на цвет небосвода, и все это, отражаясь в объектах, создает эффект реализма. Задав географическую привязку модели с правильным положением севера, виртуальное солнце Escape имитирует настоящее солнце в заданном месте. Загрузите и откройте материал к уроку 1.1. Для этого на сайте нажмите на кнопку «Материал к уроку». Нажмите на кнопку «Скачать в центре» или в правом верхнем углу. Загрузите и запустите файл. «Сброс настроек рендера». Запустите рендер, нажмите кнопку «Start Enscape». Выберите «Continue Evaluation» — «Продолжить знакомство», если используете пробный период. Enscape запоминает последние настройки рендера, даже если программа была заново переустановлена. Независимо от того, был ли ранее установлен или были эксперименты с рендером, сбросьте настройки до первоначального состояния. Выберите команду «Visual Setting» — «Визуальные настройки». Затем «Presets» — «Предустановки» и «Reset to Default» — «Сбросить по умолчанию». Согласитесь с тем, что хотите вернуться в начальные настройки, нажмите «Yes» и закройте окно. Стиль поменялся, но у вас может остаться все без изменений. Убедившись, что настройки сброшены, приступаем к изучению Enscape. Навигация через окно SketchUp. Убедитесь, что включена команда «Synchronize Views» — «Синхронизация видов». В этом режиме навигация в двух окнах SketchUp и Enscape будет одинакова. Масштабируйте. Наведите курсор на дальнюю стену, крутите колесо мыши, приближая и отдаляя. Вращайтесь, удерживая колесо мыши. Перемещайтесь, удерживая колесо мыши и клавишу Shift. Проделайте ту же навигацию, отключив «Synchronize Views» — «Синхронизацию видов». Произведите различную навигацию и наблюдайте, как то происходит только в окне SketchUp. Навигация через окно Enscape. Внизу окна Enscape находится подсказка по навигации. Окно можно временно спрятать горячей клавишей H. Для начала щелкните по подсказке левой клавиши мыши, чтобы убедиться, что окно активно. А затем нажмите H, чтобы скрыть, и H, чтобы показать. Масштабирование такое же, как и в SketchUp. Наводите курсор и крутите колесо мыши вперед и назад. Находясь в точке, вращайте головой, удерживая левую клавишу мыши, как показано в подсказке в рубрике Rotate. Как показано в подсказке в разделе Orbit, орбита, удерживая правую клавишу мыши, вращайтесь вокруг наблюдаемого объекта. Проделывая то же самое, но с нажатой клавишей Shift, меняется положение солнца за окном. В правом нижнем углу отображается смена времени. Нажмите на H, чтобы свернуть подсказку и увидеть сменяющееся время. Напоминаем, двигайте мышь с нажатой правой клавишей и Shift. Верните подсказку, нажмите на H. Перемещайтесь по сторонам с помощью клавиш из первого раздела. W – движение вперед. S – движение назад. A – перемещение влево. D – перемещение вправо. E – движение вверх. E – движение вниз. Движение по направлениям можно ускорить с помощью клавиш Shift и Ctrl. Быстрое перемещение клавиши Shift. Удерживая Shift и, например, W. Упс. Возвращайтесь назад. Удерживайте Shift и S. С клавишей Ctrl – сверхбыстрое перемещение. Можно далеко улететь, будьте осторожны. В окне Escape можно открыть навигационный план модели. Согласно подсказке, нажмите M. Перемещайтесь по модели с помощью плана. Укажите левые клавиши мыши желаемое место. Например, нажмите на кровать и вы окажетесь в спальне. На стол и окажетесь над ним. Последняя клавиша – Space – пробел. С помощью нее вы становитесь на объект в полный рост. Сейчас упираемся в потолок, стоя на столе. Но стоит сместиться в сторону пола и, нажав на пробел, оказываемся на полу. Для удобства мы заготовили сцены. Они перенесут вас в нужную часть квартиры. Например, Living Room – гостиная. Только включите снова синхронизацию видов. Место перед телевизором. Вид на коридор. Вид в спальню. Кухню. Рабочее место. Вход в квартиру. Ванная. И вид снаружи.